Ну что, друзья, всем здорова, с вами я, Кирилл Хаварпач, и сегодня в этом блоге мы с вами впервые отправимся на Тесле в Европу, в сервисный центр Теслы, чтобы починить Теслу Model X. У меня Тесла лишится суперчарджеровской девственности. С сервисами даже в Европе или Америке очень все плохо. Ждать полтора месяца. Не работает воздуховод, зеленит камера. Придется здесь оставаться? Нет, скажи, что все хорошо. Конечно, я думал, что я не в кой, без проблем-то берусь до кинсенька, но нет. Мой блог не будет начинаться с позитивной ноты. Все по одной простой причине. У меня нахрен сломалась большая камера, на которой я хотел заснять крутое путешествие. Ну, вот та самая лучшая камера Panasonic GH5, которой пользуется вся банда YouTube просто. Посмотрите, что с ней случилось. Вот я открутил объектив, убираем и посмотрите. Я думаю, вам прекрасно видно. Вот, даже на свет подойду. Видите? Шторка опустилась и не поднимается. Когда я включаю камеру с объективом, естественно, она постоянно просит меня перезагрузить, перезапустить и ни в хрена не работает. Вот так вот начинается мое утро перед путешествием в Финляндию. Сейчас я вам продемонстрирую. Соответственно, убираем эту штучку. Феракс. Включаем камеру. И она выдает нам. Пожалуйста, перезагрузите камеру и попробуйте снова. Батарейки есть, флешки есть, все есть. И она, сука, не работает. Она подвела меня в самый ответственный момент. Потому что я еду в сервисный центр Tesla, чтобы починить Tesla Model X. Ну, вот это вот красавица. Что с ней произошло и какие недочеты я выявил практически за два, ну, полтора года, я все расскажу в этом видео. А вы усаживайтесь поудобнее. Поставьте, пожалуйста, лайкусик, потому что это будет действительно интересно. Будем снимать на старый дедовский способ. Всем еще раз приятного аппетита и приятного просмотра. А мы погнали. Сказал, погнали, и не показал. Что в моей Tesla. Знаете, как, что в моей сумочке. Ну, здесь у меня всякие вещи лежат. Я не стал с собой много всего брать. Там носки, трусы, самое главное, остальное плевать. А зарядки, естественно, всякие разные, которые мне могут понадобиться. Кстати, сразу стоит сказать, я думаю, прям в этом моменте у меня, у единственного человека в России сломалась зарядка на Tesla с постоянным током. Я могу заряжаться только от 220, либо 380 розеток. И прикол в том, что остальные не работают. То есть ни Supercharger, ни Chedem. Короче, быстрые зарядки, которые за 2-1,5 часа заряжают машину, либо за полчаса от Supercharger у меня не работают. В какой-то момент у меня просто щелкнула зарядка и просто отвалилась и перестала заряжать. И вот по этой проблеме я сейчас поеду в Хельсинки. Постоянно заряжаюсь на каких-то супер долгих зарядках. Короче, все вам здесь покажу. Отправляемся в Хельсинки. И впервые машина побывает в Европе. У меня заработает навигация. Еще один немаловажный момент. Еду я от торгового центра галереи Санкт-Петербурга. Ехать мне 143 километра до Выборга. Там я заряжаюсь где-то, ну, час, потому что у меня только долгая, сука, зарядка работает. Ну и заряда у меня практически на 100% 394 километра. Ну вот сравним. 143 ехать. 394 у меня есть. Сколько я сэкономлю, сколько потрачу. Печка, в принципе, не нуждается, потому что погода хорошая. Путешествие начинается. Я могу где-то встрять. Вообще до Хельсинков, насколько я знаю, где-то порядка 400 километров. Вот. И у меня почти 400. Для этого я в Выборге останавливаюсь на зарядку. Плюс я взял зеленую карту, которую на таможне нужно предоставлять. Она там на 15 дней 2,5 тысячи рублей мне вышла. Я приближаюсь к зарядке. Если посмотреть на дорогу, через которую я еду, да, вот у меня осталось еще 243 километра, как бы нормально. Но если посмотреть на дорогу, еб твою за ногу, это просто жесть какая-то. Слушайте, ну, напоминает прям Сибирь, Сибирушку, Сибирь. Здесь вот и снег лежит, и вот что-то зимой попахивает. Как бы все-таки январь на двое, ну, конец января, конечно, но все равно. Какого хрена? Ну, дорога, конечно, пипец. Почему к зарядке нельзя нормальную дорогу? Это что такое? Что? О, там какой-то этот корч. Там жигу тащат. Ну, это прям на зимний дрифт, мне кажется, ребята едут. Вот прям видно, вот такая машина. Еб твою за ногу. Оп, пацаны, нормально. Здорово, здорово, братишка. Мне кажется, он меня узнал. Вот такое бывает. Смотрите, зимний корч просто пацанчик там тащит. Это невозможная дорога. Здесь нормально, нельзя ездить. Ну, невозможно, ну, нельзя. Чуваки, а вот она и зарядка та самая, которая нам сейчас понадобится. Опа. Все нужные нам зарядочки, да? Да, и Type 2 есть, которая нам подойдет. Все, идеально вообще. Все, вот этот просто берем. Вот так. Херакс. Сюда Херакс. И все, и зарядка должна пойти. Ну, по крайней мере, в теории. Так и эти без карточек работают. Ленэнерго делают вещи просто. Ошибка заряда. Ну, нет. Скажу, что все хорошо. Только похватил Ленэнерго, этот разъем не работает. Идеально. Перфекто. Как всегда, приключения начинаются. Вот вроде едешь, думаешь, сейчас все будет хорошо. А по итогу все пока что не очень хорошо. Ну, в теории я могу и до Хельсинков доехать. В теории. Слушай, что разъем не работает. Когда карточку прикладываете, да? А, карточку не прикладываю. Просто на красном там горит что-то или мигает? Не-не-не, ничего не мигает, ничего. Просто написано, что разъем не работает. И все. Вот именно на Type 2. Все, заявку я приняла, отправим специалиста. А сколько ждать примерно это все? К сожалению, по срокам не могу сказать. И удаленно вы тоже, да? Не можете посмотреть, что с ней? Нет. Ладно, понял, спасибо. Конечно, я думал, что я легко и без проблем доберусь до Хельсинков. Но нет, хер там плавал. Невозможно так легко и просто добраться до Хельсинков. О, да. Приключение начинается. Усаживайтесь поудобнее. Приятного вам аппетита. Друзья, есть волшебное такое приложение, называется PlugShare. Это вот где указаны, давайте я отдалю, все зарядки, которые существуют, в принципе, вот в Санкт-Петербурге, Москве, ну вообще и по России, и вообще по всему миру, которые путешествуют люди, они пользуются этим приложением. Вот эта зарядка Ленэнерго, она, к сожалению, не работает. Type 2, я вам уже показал, что разъем у них не работает, но у меня есть шанс добраться вот сюда их. Вот смотрите, мы переезжаем с вами границу, так, Херакс, Херакс, и отправляемся вот сюда. The Sar Outlet Village какой-то. Это уже находится в Европе. Это мне придется сейчас на границе отстоять пару часиков, наверное. Ни разу не стоял, не знаю, просто поспрашивал, говорят, что пару часиков. Но здесь зарядка Wall Connector, такая, которая у меня прямо дома стоит. Вот такая. У меня 239 километров запаса хода, а мне до туда ехать всего 63 километра. Ну, в принципе, немного по логике вещей мне должно хватить. Плюс, учитываем то, что я еще на границе несколько часов могу простоять, но если я не на ходу в Tesla, то она там в час вообще ничего почти не израсходует по километражу. Так что мы вполне с вами в хорошей позиции. Пускай здесь не работает зарядка, мы не сдаемся и отправляемся дальше. А сейчас очень хочется найти тубзик и очень смачно попискать. Всем хорошего мочи спускания. Я, сука, сойду с ума. Я сойду с ума. Друзья, ну вот так вот, глянь, границу. Как-то мрачное место какое-то. Мне кажется, нам с русскими номерами сюда. Ну, наверное. Я не знаю. Сейчас произошла забавная ситуация. На таможне все таможенники собрались и все начали смотреть Tesla. Ну, я думаю, редко кто на Tesla проезжает в сторону Европы. И для них это каждый раз праздник какой-то. И они такие же вопросы стандартные все задают. Там, сколько едет. Но сейчас задали мне вообще нестандартный вопрос. А это та машина, которая танцует. Я говорю, да, танцуют только иксы, у которых двери вверх, а эски так не могут. Говорят, а как она танцует? Я говорю, вам что, включить? Они такие, ну да. И я не знал, как отмазаться. Простите, таможенник, если вы это смотрите. Ну, мне было супер неловко бы включать прямо на таможне вам танец Теслы. Я начал говорить, что она очень громко играет. И они сразу такие, не, 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 не будем привлекать внимания. Я такой, ну все, ребята, давайте. Это самая неловкая ситуация у меня была при выезде эстрады. Пока стоял я тут на финской границе, думал, дай проверю навигацию. Я впервые в жизни на Теслочке своей вижу работающую навигацию. Господи, боже мой, господи, господи, какая она красивая. Как? Она же вычисляет полностью, сколько заряда у меня останется. С какой скоростью мне нужно ехать? Если я буду превышать скорость, и мне не будет хватать заряда, она мне об этом скажет. Господи, охренительно просто. Суперчарджер, смотрите, хочу к суперчарджеру. Тут есть туалеты, похавать, кофеек, вай-фай. Я показываю, что мне нужно сюда. И смотрите, она простраивает маршрут и будет говорить, как мне ехать. Она со мной разговаривать будет, понимаете? Это же жесть просто. Я впервые за полтора года чуть больше вижу, что навигация работает на моем автомобиле, вы понимаете? Ой, там все, таможенники смотрят. Я камеру не подниму больше, они прямо на меня смотрят. Ой, капец. Ой, мамочки. Ой, божечки. Ой, ой, хорошо. Ой, хорошо-то как. Только заехал, короче, в Финляндию. И тут сразу же, посмотрите, что есть. А, Тесла, выеха калпчарджер. Ах ты, сучка такая. Все, пошла зарядка. Только не говори, что не пошла. Ну, только не говори, что не пошла. Начало зарядки. Отлично. Да, да, да. Мне кажется, тут не Тесла рада, тут сам варпайщик рад. Первая зарядка в Финляндии. Посмотрите, все работает. Все, все вообще. Маршрутик прокладывает. Она дома. Она здесь. Она для такого была создана. Для таких дорог. Для такого взаимодействия. Одна Тесла прямо сейчас здесь еще заряжается. Вот здесь две заряжаются. Вот сюда Херакс. Опачки. Поехали. И все, и на суперчарджерах встали. Там 30 минут, и мы в полном заряде. Навигация на полном автопилоте здесь работает. Вы знаете, что это такое? Это когда машина может самостоятельно перестраиваться влево, вправо. И она вообще практически самостоятельной сучкой становится. И приборочка-то теперь по-другому выглядит. Господи. Но это не смотрите. У меня, я говорю, порт зарядки сломан. Из-за этого я поехал в Финляндию, чтобы его починить. Ну все, здесь пару часиков проведу. И все, и можно гнать в Хельсинки. За что же я люблю Европу? Ты водишь отель. Вводишь парочку фильтров. Такие как бесплатная парковка и зарядка. И посмотрите. Отлично. Я нахожусь прямо сейчас в каком-то торговом центре. И прямо же в нем находится отель. Я не знаю, дорого-недорого. Но на парочку дней, блин, наверное, дорого. Там около 25 тысяч рублей выходит. Вот. И есть зарядка, паркинг. Короче, все. Пушка, гонка, самокат. Мне кажется, это топово. Вот сейчас еще вот так вот чуть-чуть кабель сюда подкину. Чтобы люди могли тут тоже заряжаться. Но мне кажется, топовая штука. Все. Теперь можно ложиться в банки. И ждать, пока заработает сервис Тесла. И ехать туда. И рассказывать о своих проблемах. Перед тем, как везти в сервисный центр Тесла, я решил ее помыть. Вот. Написали Тесла. 30 евро стоит мойка. Если перевезти на русские рубли, это 2 с копейками. Там, тысяч рублей. Вот такая она грязная. Мне нужно отвезти ее на суперчарджер, чтобы показать вам, что у меня не работает. И что выдает, да. Сейчас ее, короче, помоют быстренько. Я только схожу, бегаю даже, поем. Через полчаса, сказали, будет готово. И потом едем на суперчарджер. И потом уже сервисный центр Тесла. Короче, будет интересненько. Не перекусайте. Пока мою машину моют, я решил перекусить. И посмотреть, где находятся ближайшие суперчарджеры, чтобы вам показать. И знаете что? Ближайший суперчарджер находится... Вот он. И он находится в полтора часах езды отсюда. Я никак не мог это предусмотреть. Потому что я специально мою машину, чтобы сделать классную фоточку. А в итоге что? Я не успею тогда в сервис приехать. Слава богу, я на телефоне нашел файлики, где у меня не работающий суперчарджер. Я вам сюда сейчас во влоково вставлю. Так вот, он ошибки выдает и не заряжает. Вообще не знаю, что не так. Я ни у кого в чате такой проблемы не встречал. Спрашивал у ребят. Там около 200 человек тесловодов. И никто не знает, что за проблема. Просто вези в финку, говорят. И там тебе починят. Короче, вот такая беда. Слушайте, хотел сделать красивую фотографию суперчарджером. Походу сделаю только, когда уже починят. И после починки Теслочки мы с вами лишим ее европейской девственности. Мы просто вставим этот суперчарджер и посмотрим, как она нормально зарядится от быстрого тока. Там буквально за 30 минут вообще. Потому что она ни разу не брала оригинальный суперчарджер в свой коннектор. Смотри, как это пошло звучит. Еще пока появилось. Вот покажу вам вот так вот зеленитый кран. Не знаю, с чем это связано. Кстати, вот мне еще интересно. Вам на экшн-камере это вообще видно? Зеленитый кран вот такой полосочкой. Такое бывает только в зимнее время суток. Не знаю, может какой-то контакт или еще что-то отходит. Но, короче, вот такая проблема тоже есть. Нужно будет о ней сообщить. Ой, друзья, Тесла дома, Тесла дома. Вы посмотрите, сколько Тесел до квадратный метр. Господи, боже мой. Я в рай? Я умер и попал в рай? Ой, ой, ой. Ой, в Инстаграм куча всяких историй. Сейчас с Теслами я вам наснимаю. Господи, боже мой, ребята. Так, надо срочно парковаться. Я иду к этому месту в России. В моем автомобиле. Тесла могу уйти. О, это не работает. Да, нет, не работает. Итак, Чумак пошел посмотреть. Опа, в сервисе много тачек стоит. Он меня попросил сказать ему ВИН номер. И пошел куда-то. Чем проблема? Проблема в том, что не заряжает от постоянного тока. Тока от переменного. Вот. Почему так произошло, непонятно. И даже когда 220 втыкаю в розетку. Вот дома. У меня его коннектор 220. Он мне пишет, что не до конца зарядка вставлена. Постоянно оранжево моргает. Это вообще частные проблемы, нет? А то я у ребят спрашивал. Вообще у него такого не было. Ребята сказали... Я не знаю, что было слышно вам или не слышно. Они сказали, что за один час вообще управятся. За один час все отремонтируют. Я, честно, не верю, что за час можно решить эту проблему. Остальные второстепенные проблемы, такие как не работает воздуховод, зеленит камера и остальные штуки, это вообще нужно в отдельное время записываться. Вот это, на самом деле, безумная проблема. Ждать полтора месяца. То есть я только через полтора месяца могу приехать. Тесел продается сейчас настолько много, что Илон Маск не успевает строить сервисные центры, чтобы чинить эти машины. Потому что какие-то мелкие детали все-таки выявляются. То есть компания не такая взрослая, да, там десяток лет ей всего. С сервисами даже в Европе или Америке очень все плохо обстоит дела. Это я уже не первый раз слышал об этом. Но то, что они взяли сейчас с чарджером и все будут чинить, вот это круто на самом деле. Ну что ж, друзья, все. Мне заменили чардж-порт, в нем была проблема. Я зашел в приложение, посмотрел, там вообще все работает. У меня максимально заряд, он выдавал 42 км в час заряжалось. И больше никак вообще ни в какую не принимала. Сейчас я зашел через приложение, посмотрел, у них вот какие-то стационарные зарядки стоят быстро. Она заряжала 140 км в час. Короче, они исправили проблему, все сейчас хорошо. Но у меня есть еще дочерние проблемы, такие как... Коннектор, чардж-порт не работает, починили. Воздуховод дует сзади, только холодным. Это тоже не починили. Короче, из всего этого мне починили только коннектор. Но по остальным проблемам они сказали, это не так важно, вы можете записаться и приехать через полтора месяца. Вот это решение проблемы, самое геморройное, на мой взгляд. Вот это реально. Вы представляете, через полтора месяца я только смогу решить проблему там с тем, что у меня там воздуховод не работает. Потом зеленит экран немножечко. Шумит пластик баса на третьем ряду сидений. Тоже все мелочи, но, сука, меня это бесит. Левое переднее колесо, обшивка вылезла. Но это вылезло, когда мы ТО делали, на самом деле. Не до конца запихали обшивку, потому что у меня там пластик был тресный. Кто видел ролик с первым техобслуживанием Тесла, там больше полмиллиона просмотров. Если кто не видел, заглядывайте, я в описании ссылочку оставлю. Ремень безопасности справа, сзади херовят. И привода передние у меня немножечко пошумывают. Надо, надо, надо новый сделать. Вот. Ну что, друзья, вперед к суперчарджеру. Смотрите, показываю поворотничек. Хоп, рулем чуть-чуть Херакс. И она сама поворачивает. Господи, боже мой, там анимация такая красивая. Ну, как? Она просто создана для такого. Смотрите, вот тут написано, что левая передняя камера сейчас заблокирована из-за того, что она грязная. Протрите, чтобы хорошо все видеть. Машинка заботится обо мне. Спасибо, пупсичек. Вот это, я даже не могу это описать. Это же такая радость. Я как будто ребеночка везу куда-то. И смотрите, вот так вот. Правую полосу, видите, не видит, потому что, походу, камера грязная тоже. Видите? Жесть. И она мне не даст перестроиться, потому что она грязная. Хе-хе-хе. Да я в любой момент могу забрать управление и сам перестроиться. Вот как, допустим, сейчас. Оп. У меня на приборке, прямо на центральной появились новые значки. Как видите, у нас разрешенная скорость 120 км в час. Но так как Тесла ощущает за бортом мороз, она пишет, что лучше ехать 100 км в час. Это просто жесть. Офигеть. Она молодец. Она заставляет меня заботиться о себе, что ли. Сейчас вы будете свидетелями, кстати, да, куча снега, свидетелями того, что у меня Тесла лишится суперчарджеровской детственности. Прошу любить и жаловать. Впервые в жизни вы можете наблюдать, как моя Тесла заряжается от официального суперчарджера. Мы лишили ее суперчарджеровской детственности. У меня красивые аналогии, наверное, да? Я умею подбирать правильно слова. И мы с вами только что совершили, ну просто невероятное действие. Впервые наша Теслочка лишилась суперчарджеровской детственности. Как быстро растут чужие дети. Блин, грязная капец. Я там еще подрифтить немного успел, если бы... Можно было бы какую-нибудь камеру поставить, я бы поснимал, как все это. Ну ладно. 360-й разгоняется километров в час, вы представляете? Это мы сейчас вообще полностью с вами батарею зарядим, но я не знаю. Вот если я поставлю в Trip, вот так вот, точнее в Daily, вообще показывает 40 минут. Но она сейчас разгонится и будет еще быстрее. Так что это просто пушка-гонка с самокатом. Здесь еще, кстати, сумма показана. Если у вас не перформанс-версия, не полная комплектация, тогда вам придется платить за суперчарджер. Это так, к слову. Они не у всех Тесл бесплатные. У меня перформанс, ну то есть самая быстрая, да, двухмоторная. Поэтому у меня бесплатненько. На фоне этого замечательного суперчарджера, которым мы проткнули... Как же это, сука, странно звучит. Впервые Тесла, моя иксулечка, моя фурия беленькая, моя лазточка, моя зонышка, моя бубзик. Я впервые попробовала самый быстрый ток, который есть в Европе сейчас, на данный момент. Я на фоне него хотел бы закончить и подвести итоги этой поездки. Сейчас я прям с Хельсинков отправлюсь до Питера, с Питера в Москву. Буду заряжаться. Этот путь незачем вам видеть. Там ничего особо интересного происходить не будет. То, как я перемещался сюда, вот это было действительно интересно. Что сказали в Тесле, тоже было интересно. Илон создал огромную компанию, огромную корпорацию. И что хочется сказать. Сервисные центры у него действительно хромают. Это то слабое звено, которое нужно подтянуть очереди по полтора, по два месяца. То есть, если зайти прямо сейчас в приложение Тесла на телефоне, там ближайшая запись на начало марта даже. Представляете, это же жесть вообще. Это невероятные очереди. С этим надо что-то делать. Нужно больше сервисных центров, чтобы это все как-то регулировать, все как-то с этим справляться. И я считаю, что Илон красавчик. Ребят, я через месяц или полтора еще раз поеду в сервисный центр Теслы в Финляндию и Хельсинки, чтобы решить дальнейшие вопросы. Я уже прямо сейчас записался на конец февраля, начало марта. Поеду делать остальные задачи, которые я вам показывал на телефоне. А на этом все. Спасибо огромное, что смотрели, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Обязательно ставьте лайки. А также прокомментируйте, что вам больше всего понравилось в этом видео. Как вам мое путешествие, как вам такой лайф-ролик. Я думаю, ну, в принципе, такое, знаете, жизненное видео прям получилось. Вот прям как оно есть, сука. Вот реально, вот прям из жизни, знаете, кусок мой вырвали и вот в YouTube залили. Хотите больше таких роликов? Тоже пишите об этом в комментариях. Не забывайте, что Tesla Number One. Ссылочки на Instagram, на все нужное находятся, конечно же, в описании. Лайкусик, подписочка и колокольчик, чтобы не пропустить новые видосики. А с вами был и я, Кирюха Варпач. Всем удачи и всем пока! Ай, Tesla!